Там, где надо. Итак, ну, давайте. Еще раз. Теперь все надо официально делать. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Я очень рад, что вы пришли. В какой-то момент, может быть, понадобится участникам спецкурса зарегистрироваться на сайте независимого. Я до сих пор не понял, понадобится или не понадобится. И понадобится, если то, в какой момент. В общем, я вам сообщу, просьба в какой-то момент это сделать. Итак, сегодня я расскажу простейшие теоремы. Еще раз повторяю, не бойтесь, если вам что-то страшное непонятно. А еще больше не бойтесь, если вы все это знаете. Потому что тем, кто страшно и непонятно, надо как следует потерпеть. И будет все понятно. Ну, в каком-то смысле, конечно. А тем, кто все понятно и все это знает, тоже надо немножко потерпеть. Не будет непонятно. Итак, теорема Гурвитса. Первое, что мы сегодня действительно докажем, как пример классической линейной задачи. Это первый такой, так сказать, базовый, скажем, я сказал, результат диафантовых приближений. Значит, альфа-вещественное рациональное число. Значит, теорема утверждает, что существует бесконечно много п на ку рациональных дробей. Ну, я слышал, что кое-кто знает эту теорию. Ничего страшного. Я вот это, ну, хотя не знаю, не буду, не буду говорить. Не буду уже болтать, буду рассказывать. Меньше здесь будет корень из пяти куклы. Значит, на самом деле, у этой теоремы будет много продолжений, которые, может быть, появятся на спецкурсе, может быть, появятся на семинаре. Значит, давайте, потому что даже в самый первый момент, а вот я же говорю, кто-то там знает функцию Минковского. Итак, что бы... Тут, на самом деле, можно сказать даже больше. На самом деле, если выбрать выбросить числа, я не знаю, как называть подобные, но получающие преобразование Мебиуса из один плюс кое-ниспективного... Что это? Это у меня... Сейчас, извините, что такое? Это откуда тут происходит? Это что-то... Это вот у кого звонит? А как выключить? Ой, извините, это что тут... Алло, да, вы совершенно верны. Я вас даже порадую, что мы про спектр Лагранжа и Дерихле, и про дискретные части поговорим. Я собирался об этом кое-что рассказывать. Алло. Ну, отлично, спасибо. Собирался, может быть, даже больше про спектр... Я даже вам потом объясню, почему. Так сказать, ну, с чего-то начать надо. Я вам... Теорему Гурвица... Теорему Гурвица можно продолжать. И не в этом направлении, и не только в направлении спектра Дерихле, а, например, в многомерном. Вместо последовательности Штерна-Брако рассмотреть алгоритм Манкемайера, который там что-то там дает многомерный, и что-то там получается. Может быть, и об этом я расскажу. Тут, понимаете, из каждой точки можно выбирать... Из каждой точки повествования можно выбирать разные направления. Итак, поэтому доказательства я буду рассказывать с помощью последовательности Штерна-Брако, а через пару занятий скажу так вот. А, вот у нас были последовательности Штерна-Брако, мы из них кое-что слепим. Итак, последовательности Штерна-Брако. Значит, Штерн был математиком, Брако был часовщиком, а на самом деле это последовательности Форрея. А Форрей там кем был? Геодезистом, что ли? Геофизиком. Геофизиком он был. Но вот гео я правильно... Я вообще, ребята, я впадаю в маразм, поэтому я могу начинать говорить глупости, и, может быть, многие из вас и лучше меня соображают. Итак, что такое последовательность Штерна-Брако? Вот давайте возьмем последовательность Ф0, которая состоит из двух чисел. Ой, 0. Это 0 первых и 1. Это 1 первая. А дальше сделаем такую процедуру. Вот тут еще дерево такое надо рисовать. Я его люблю. Оно у нас на журнале, нарисовано прямо на обложке журнала. 0 первых, 1. Числитель сложим с числителем, знаменатель с знаменателем. Получим 1 вторая. Значит, такая процедура. Процедура взятия медианты. Ну, я понимаю, что кто-то может... Все, молчу. Уже рассказываю, так рассказываю. Что если есть две рациональные дроби А, Б и Ц, Д, то по ним можно поставить... Меня покойный Владимир Андреевич Успенский просто чуть-чуть так отругал за то, что я это рассказываю. Что-то по такому правилу можно двум числам поставить в соответствии третье число. Правило это некорректно. Но двум дробям можно поставить в соответствии третье. Дробям можно говорить. И тут важно еще вот что сказать. Значит, я вот использую такое правило. Вот это называется медиан. Рациональных дробей. А, Б и Ц, Д. Значит, медиан-то... Значит, у меня получается, что... Значит, я рассматриваю последовательность У1. Она состоит из одного числа, одна вторая. Значит, и дальше последовательность Ф1, которая есть Ф0, объединенная с Ку1. Это, значит, у меня из трех чисел. Ноль, одна вторая, единица. Ну, значит, и теперь я объясняю общее определение. Значит, пусть ФН это последовательность КСИНТ нулевое, которая это есть ноль, потом КСИНТ первое, ну, которое есть что-то, потом КСИНТ житое, которое есть П... Ой, КСИНТ житое, давайте. Это будет ПН житое на КУН житое. Значит, КСИНТ жи плюс первое, которое есть ПН жи плюс первое на ПУН жи плюс первое, ну, и так далее. Последнее КСИНТ. Не могу сейчас, да что же это такое-то? А Н большое, к слову, можно явно назвать. Слушайте, вы меня... Я хотел спросить, чему равно Н большое? Это кто сказал, что можно явно? Я сказал, но я это знаю, давайте кто-нибудь другой. Я через это считал как раз асимптотику для средних сумм в свое время. О, для средних сумм чего? Ну, функции Эйлер, конечно, вот я через это делаю. А через это как это посчитать для функции Эйлер? У меня плохо получилось, но я потом как-нибудь расскажу. Тут же, это совершенно разные природы. Делаем ли мы ряд Форея или... О, тут Миша написал. Правильно, ответ. Понимаете, я хотел... Вот будут у нас листочки, вот первые листочки я еще не дописал, потому что мы только начали. Ну, вот это ответ, вот это упражнение. Упражнение, вот это доказать. Так, хорошо. Значит, только я еще правила не определил, да? Правила не... Так, значит, а правило вот какое, что мы берем Qn плюс первое, которое состоит из чисел... Соседей берем медианты из всех таких чисел, то есть из чисел вида PnGt плюс PnG плюс первое делить на QnGt плюс QnG плюс первое. Вот из всех таких чисел берем. И рассматриваем опять Fn плюс первое, которое есть FnT, объединенное с Qn плюс первым, и опять записываем его в порядке, так сказать... И так далее. N плюс первое. N. 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 N плюс первое. Значит, вот это определение. Значит, я думаю, что это упражнение совершенно понятно, как решается, потому что, смотрите, вот если есть последовательность Nt, то каждый раз добавляется приблизительно столько же. Поэтому понятно, что в два раза увеличивается каждый раз. Там рекуррентное уравнение... Ну и вообще легко сообразить, что на самом деле действительно здесь ответ будет вот такой, какой здесь написан. Вот этот вот. Прекрасно. Давайте я вам задам тогда еще один вопрос. Значит, а вот если взять два соседних числа, вот берем PnGt Q... Ну вообще, строго говоря, Николай Германович, того, что вы сказали, недостаточно для доказательства. Ну, ребят, я же не сказал, что это доказательство. Это доказательство почти за исключением одного пункта. Нужно единственное, почти очевидно доказать, что там никакие два числа, ну, что никакие две медианты не совпадут. Это очевидно, потому что медианты расположены строго между большим и меньшим. Да, да, да. Ну да, да, да. Я немножко... Я согласен, я немножко съел. Ну я же хитрый, я же сказал, что это упражнение. А вот доказывается оно как-то так. А остальное надо додумать. Да, остальное надо додумать. Значит, вот, понимаете, я надеюсь написать. У меня вообще этот листочек есть, только к сегодняшнему занятию его надо немножко подредактировать. Я это, наверное, сегодня вечером сделаю и тоже выложу. Потому что, значит, итак, давайте сообразим. Давайте теперь сообразим. Вот я написал житый, написал соседа. И давайте сообразим определитель. Понятно, чему равен определитель? Ну, вообще можно вычислить из формулы пика. Потому что... Ну, это, слушайте, формулы пика тут уже выше... Понимаете, секреты раскрываете. Вы что же мне хотите сказать? Что вот на самом деле мы не изучаем приближение в R1. Хорошо, давайте это немножко обсудим. Что мы не изучаем не приближение в R1, а приближение в R2. И на самом-то деле, и на самом-то деле, вот R2 – это вот такое вот. Тут вот одна координата, тут другая координата. А R1, вот пусть эта координата будет Х, а эта координата будет У. А R1 вложена сюда, как Х равно единице. И вот если здесь вот мы берем медианты, то на самом деле, то на самом деле это что мы делаем? Это мы берем центральную проекцию на вот эту вот прямую Х равно единице. У нас наука проективная. Но я враг математики, я не люблю... Враг науки, может быть, я не враг математики, а враг науки. Поэтому я люблю все ручками сделать. Когда пишут статьи в проективных обозначениях, сразу там рассмотрим проективное, мне это ужасно. Я все по старинке делаю. Я по старинке это делаю. А на самом деле что же происходит? Вот здесь вот есть альфа, который мы приближаем. Еще альфа не появилась, но сейчас будет. А вот здесь вот одна дробь P на Q. Я не буду индекс писать, напишу P' на Q' вместо вот этих вот. А на самом деле вот здесь вот есть дроби, да? На самом деле здесь есть примитивные точки PQ и P... Нет, вот тут PQ, QP точнее. И Q' P'. И на самом деле вот мы берем, и когда берем медианту, мы берем, складываем вот эту точку, и вот ее сюда центрально проецируем. И получается вот здесь вот в точности на этой прямой медианте. Кстати, поэтому она и лежит между, потому что это выпуклая фигура, этот самый, как его параллограмм. Вот здесь вот будет медианта. PQ плюс P' куштик. И вот эту картинку надо иметь в виду, но, как говорят, вот ее при доказательстве обычно скрывают. Ну вот и я ее хочу скрыть, поэтому не надо об этом говорить. Вот я обведу ее в рамочку, да? Ну да, но это равно площади. Ну да, но если исходить из формулы Пика, то это будет как раз один. А подождите, подождите, а почему это будет одиннадцать? Да, 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 действительно, ответ, что это минус единица в какой-то плюс-минус единица. Ну да. И вот я хотел, и вот я хотел задать, опять же, если вот это упражнение один, я хотел задать упражнение два, только давайте не будем… Вообще это прекрасно. Я очень люблю такой формат. Значит, доказать вот это вот. Вообще я очень люблю формат занятия в виде диалога. Так сказать, когда у нас иногда происходили семинары, так сказать, на кафе теории чисел или спецкурсы, они часто происходили в формате диалога с Олегом Николаевичем Германом. Вот. Но, так сказать, я не уверен, что, так сказать, всех действительно крайне порадует, так сказать, формат диалога. Поэтому давайте я спрошу других, надо ли… Вот как мне сейчас быть? А я не знаю, как мне сейчас быть. Надо ли мне оставить вот это равенство в качестве упражнения или его объяснить как-то, или что-то еще сделать? Если кто-нибудь скажет… Ой, Миша, Миша, молодец, слушайте. Только плюс единицы, да. Мы же их по правилу… Ребята, вы лучше меня видите, что происходит. Мы же знаем, что по нашим правилам… Нет, утверждение было написано правильно. Что плюс или минус единица, он бывает. В смысле, это либо плюс единица, либо минус единица. Но поскольку действительно у нас порядок зафиксирован, какие вы молодцы, что вот это вот всегда меньше, да? Правда? Раз это всегда меньше, то что ж тогда получается? Здесь всегда плюс единица, да? Вроде минус единица. Минус единица. Да, тут всегда минус единица, если так записывать. Да, у нас же… Мы так их занумеровали, что у нас всегда получается одно меньше другого. Поэтому это… Знаете, а это по индукции доказывается. Доказать… Это можно доказать по индукции, а можно рассмотреть плоскость с координатами по ику, соответственно. Я понимаю. Я вот вам нарисовал эту плоскость сейчас. Но я же хочу сказать, что я хочу следовать традиции. Что знание, оно тайное. И что то, что на самом деле, надо скрывать. Как один известный математик говорил. Ну, это на всю Википедию показано, так что не такое уж это искрительное знание. Ничего, ничего. То, что оно на всю Википедию показано, это не значит, что его можно найти. Значит, и так. Итак, значит, я апеллировать вот к этой картинке сейчас, по крайней мере, не хочу. Я хочу сказать, что, ну, смотрите, в самом начале ясно, что определитель равен единице, потому что определитель здесь 0,1,1,1. Он равен минус 1. Вот видите, да? Ну, а дальше, смотрите, что мы делаем. Если мы заменяем, значит, мы вот что делаем. Значит, опять же, это все не доказательство, а указание. Вот если мы берем медианту, которая лежит, как справедливо было замечено, между ними, то с точки зрения матриц, что мы делали? Смотрите, когда мы берем вместо вот этого отрезка два отрезка ПКУ до медианты, вот был вот этот отрезок, он превратился вот в этот отрезок и вот в этот отрезок, то что случилось с соответствующей матрицей? Один столбец у нее остался в покое, а другой столбец к нему, извините, прибавился, оставшийся столбец, при этом определитель не меняется. Итак, хорошо. Значит, теперь я все-таки сформулирую еще одно утверждение, опять же, в качестве упражнения, которое чуть-чуть более хитрое. Значит, давайте я формально напишу его, так сказать, с значками, а вы попробуйте хотя бы прочитать, что для любого ПСИ, принадлежащего отрезку 0,1, пересеченное с ПУ… А, ребята, сейчас, а я напишу неправильно, значит, вообще существует единственное N и G такое, что КСИ равняется КСИ N G. Значит, давайте попробуем понять, что написано в этом, значит, доказать. Во-первых, это сформулировано неправильно. Это неправда. Молодцы, молодцы, неправда. Что неправда? Единственность неправда. Если в одно попали, во все следующие попали. Молодцы, молодцы. Значит, давайте тогда вопрос. Если КСИ равняется КСИ N G, то это же КСИ равняется КСИ N плюс 1 и квадратик. Вот что я должен здесь написать в квадратике? Ну, даже мы же добавили еще сколько-то чисел в промежутке. Правильно. Сейчас я всегда плохо это считаю, хотя это детское упражнение. Это детское упражнение. Смотрите, давайте нарисуем. Вот у нас… 2G плюс… Что-то типа плюс-минус-единица. Так, 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 так. Подсказка. Мы начинаем нумерацию с нуля. Да. Например, посмотреть и подобрать константу просто. И начинаем нумерацию с нуля. Вот если здесь есть КСИ N G, то вот здесь вот, это FN у меня, здесь G чисел, а тут еще нулевое есть. и добавилось медиант. Значит, что здесь надо писать? 2G. 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 Квадратик написали 2G. Что значит? Мы немножко познакомились. Мы немножко познакомились. А вот если я напишу… Значит, а если я здесь напишу N плюс 2, то что надо писать? Ну, 4G получается. Прекрасно. А если я… Это нам для будущего понадобится. Сегодня это не нужно, а для будущего… А если N плюс K? Два в степени K. Два в степени K G. Значит, ребята, я сделаю следующее. Во-первых, вот эти листочки, которые сейчас идут под запись, и вот которые здесь запись, они будут выложены в независимом. Во-вторых, я напишу, у меня они уже написаны, я говорю, подредактировать надо. Вот те упражнения, я сформулирую их в виде задачи. И понимаете, вот там людям надо… Значит, некоторые люди слушают спецкурс просто в качестве удовольствия. Некоторым людям надо, так сказать, оценку за него как-то получить куда-то. А некоторым людям и то, и другое. Ну вот, в общем, если у нас будут, так сказать, какие-то вопросы о том, что необходимо этот спецкурс сдавать, там, получать оценки, то я просто возьму вот это. А мы будем собирать вот эти задачи, так сказать, по списку. Я возьму эту кучу задач, так сказать, и вот говорю, вот решайте эти задачи. Кто что-нибудь там решит и вот расскажет. Умеешь эту задачу решать? Ну вот умеешь. А вот эту тоже. Ну вот и получай хорошую оценку. Вот так будем этим заниматься. Значит, потом иногда, может быть, мы будем прерываться и какие-то задания… Или вы попросите, или я попрошу, а вот давайте что-нибудь разберем из бывших задач. Вот мы тогда остановимся, то ли на первой паре, то ли на второй паре пообсуждаем эти задачи. Как-нибудь так вот. Значит, ну вот примеры задач уже какие-то появились. Я их экстрагирую просто в какой-то текст в теге, в PDF. Так, значит, ну, упражнение это между тем все равно остается. Ну, на самом деле, это более-менее понятно, как решать это упражнение. Значит, указание. К этому упражнению я могу указание, указание. Вот к этому упражнению указание действительно надо раскрывать секрет. Двумерную картинку. Одно из наиболее понятных объяснений это использовать двумерную картинку. Использовать двумерную картинку. Значит, вот она у нас двумерная картинка. И на самом деле двумерная картинка. Действительно, вот то, что определитель равен единице, это значит, что определитель Площадь вот этого зеленого равна единице. Площадь зеленого параллограмма равна 1. Ну и, грубо говоря, смотрите, что мы делаем. Мы берем базис целочисленной решетки, и когда берем медиан, то мы заменяем этот базис на два базиса. Вот на вот этот вот и вот этот вот. И, грубо говоря, если мы… На самом деле здесь есть глубокий смысл. Смотрите, вот на этой картинке мы можем сделать следующее. Мы можем нарисовать прямую y равно αx, мою любимую. И каждый раз, когда мы базис… Разбиваем на два базиса. Вот первый базис, который красный, разбился по вот этому правилу, которое наверху написано на два базиса. И второй базис я нарисую фиолетовым. Вот второй базис, он содержит прямую y равно αx. И вот когда я последовательно выбираю те базисы, которые содержат прямую y равно αx, я приближаюсь к прямой. На самом деле это обычная цепная дробь. Так раскладывается α в цепную дробь. И если α равняется p на q, то когда-нибудь вот сторона базиса какого-то, сторона параллограмма совпадет с точкой p на q, которая вот здесь вот там напрямую, там где-то точка p на q лежит. Вот она там где-то точка лежит. И когда-то просто один из базисов будет точку p иметь как один из элементов этого базиса, как один из векторов. Ну вот это надо как-то внятно, более внятно доказать дома. Значит, вот это, значит, для чего нужны последовательности Штерна-Брако. Из них получаются все рациональные числа. Ну и когда мы это проговорили, теперь можно спокойно доказывать теорему Гурвица. Простите, но последовательность Штерна-Брако, что называется? Вот это... Ага, не сказал я. Значит, стоп, стоп, возвращаемся. 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 Вот индуктивный процесс я описал. Да, ребята, если у кого-то есть вопросы какие-то, даже, понимаете, есть люди, которые вот все понимают и начинают пытаться вести диалог. Отлично. Но если вы ничего не понимаете и хотите спросить, то спрашивайте, пожалуйста. У нас сегодня, по крайней мере, есть 4 часа. То есть я имею свободу, так сказать, подвинуть начало спецкурса, начало семинара, если чего-то не случилось. По крайней мере, уж сегодня точно можно. Поэтому если вы, так сказать, чего-то вдруг хотите спросить, спрашивайте. Ничего страшного. Время у нас есть, возможности у нас есть. Действительно, я не сказал, где здесь определение. Давайте я обведу вот такую квадратную скобочку. Смотрите, что я сделал. Здесь вот. Я сказал, что такое F0. Я сказал, что такое Q1. Я сказал, что такое F1. И дальше по индукции. Если у нас определено Fn, то я определяю Qn плюс 1. И здесь, так вот, значит, вот то, что обведено в рамочку, это есть индуктивное определение некоторых последовательностей. Они называются Штернобрако. Вот это вот, это индуктивное. Мне вообще очень нравится вот эта возможность планшета, потому что разными цветами получается весело. Вот это то, что здесь написано, определение последовательностей. Fn, которые называются последовательностями Штернобрако. Фн, которые и называются последовательностями Штернобрако. То есть вот Fn, это nt, последовательность Штернобрако. Давайте вот здесь я тоже припишу. Ну, тут как-то вот, ну, вот как раз формат, когда я это не текст пишу, а пишу на доске, мне нравится. Что вот я вот, не получается вот такое сплошное изложение. Ну, представьте себе, что как будто тут я на доске пишу. Это nt, это я, последовательность. А что тогда рядом Фарея называется? Я думал, это ряд Фарея. Так, есть путаница. И это два принципиальных момента. Об этом в курсе будет речь. Про это будет рассказана очень забавная сказка. Не торопите меня. Будет рассказано про классические и неклассические задачи. Вот Штернобрако, это я называю неклассическими, потому что они приводят к кошмару. Они приводят к функции Менковского. И, так сказать, не к гипотезе Риммана, а к чему, чего мы вообще не понимаем, как назвать. Нету там гипотезы Риммана. А классические задачи, связанные с рядами Фарея, которые вы здесь упомянули, они приводят к гипотезе Риммана, той самой знаменитой великой. Значит, смотрите, хорошо. Понимаете, мы порождались. Итак, давайте я поговорю немножко. Ну, может быть, я сегодня меньше успею. Знаете, это всегда так бывает. Задумал рассказать все, рассказал от этого одну десятую. Ну, не шибу. Значит, итак, смотрите, что мы сделали. Если мы вдруг, внезапно поверили вот в это утверждение, то мы с помощью нашей процедуры взятия медианты породили все рациональные числа на отрезке 0,1. Вопрос в том, когда остановиться. Вот смотрите, тут даже сказали, а там два в степени n чисел. А смотрите, что мы сделали. Значит, Штерн-Брако. Я тогда, раз уж вы спросили, то лирическое отступление. Штерн-Брако и Форей. Действительно, вот у нас, понимаешь, 0, вот 1, вот 1, 2. Вот сюда надо ставить стрелку, так красивее будет. Дальше вот здесь взяли медианту, 1,3. А здесь взяли медианту, 2,3. Вот сюда стрелку надо рисовать. Я не буду формально объяснять, как это дело. Но это дерево, получится дерево, оно называется деревом фаре. Кто понимает? Вот сюда я пишу 1,4. Сюда что надо писать? 2,5. Но это Антон отвечает. Я боюсь, что мы сейчас всех остальных... Правда же я понял, что это Антон отвечает, Шутов? Я все молчу тогда, ближайший вопрос. Я боюсь, что сейчас туда придут люди, которые это видят в первый раз. Они посмотрят, куда мы попали. Тут они... Да, давайте, да, давайте. Я понимаю, что это все очень завлекательно. Значит, давайте кто-нибудь другой ответить, что здесь писать. Вот между одной, второй и двумя третьми. Ой, я вижу в чате. Так, хорошо, запретим тому, кто в чате, писать. Между единицей и двумя третьми, что надо писать? Кто-нибудь другой пусть ответит. Три четвертых. Молодцы, все, молодцы, молодцы. И смотрите, вот на этом уровне, вот если мы вот все вот это посмотрим, это F0, ребят, вы меня, вы меня... Понимаете, мне хочется сейчас остановиться, перестать рассказывать теорему Гуровица и рассказывать о разных деревьях. Вот если мы вот все объединим с первого и второго уровня, то это будет F1. Если мы все объединим с первого, второго и третьего уровня, это будет F2. Значит, давайте... А давайте теперь я сделаю вот что. А давайте теперь я сделаю вот такое множество. Я ее напишу F круглое. F круглое – это те рациональные числа из отрезка 0,1, у которых Q не превосходит Q. И F круглое я назову от Q и назову их в порядке возрастания, как R0, RQ0, RQ1 и так далее. Значит, вот это вот, это называется ряд Фарея. То есть, когда мы строим рациональные числа в виде дерева, важно, как остановиться. Вот если мы остановились на вот этом вот уровне, то это мы построили проследовательность Штерн-Брако. А если мы остановились на вот таком вот уровне, смотрите, вот мы со знаменателем непревосходящим 4. Вот эти взяли, эти не взяли. Вот это FQ ряд Фарея. Так, давайте так, запретим говорить Славе и запретим говорить Антону. Я не знаю, надо ли запрещать Миши Ильинскому. Не знаю. Не знаю я. Ну, давайте кто-нибудь скажет, а кто понимает, чему равно F от Q? Вот это F от Q. Это уже вопрос по теории чисел. На этот вопрос может ответить… Ну, оно должно равняться Q, наверное. Нет, нет. Мы с количеством чисел вы спрашиваете, да? Количество в Q там, да. Количество. Не Q. Со знаменателем не… Подсказка. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо пройти курс основ теории чисел. Ну, там будет сумма по F от Q. Да, 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 да. Не поделите. Да, да, да. Сумма функций Эйлера. Вот он, как я считал. Вот вы… Вот да, да, да. Я поэтому, я поэтому не удержался, сделал лирическое отступление. Надо, чтобы слушатели были довольны. Вот. Но вот это надо считать с помощью ряда Фарея, а не с помощью последовательности Штернобрако. Там другое получится. Там получится два в степени Н, а не Фиатку. Все, все. Давайте. Я сейчас… Понимаете, у меня склонность есть разбегаться мысливо, разбегаться. Поэтому все, останавливаемся, доказываем теорему Гурвиса. Итак, возвращаемся с небес. Доказательство теоремы Гурвиса. Возвращаемся к доказательству теоремы Гурвиса. И поехали. Итак, пусть лемма, пусть альфа принадлежит вот такому интервалу. Николай Георгиевич, простите, у вас количество элементов в ряду Фарея неверно написано. Почему? Да, давайте, давайте разберемся. Совсем чуть-чуть неверно. Элементов меньше, чем надо, получилось. Подождите, а я с нулевого считал, это не поможет? Так вот, как раз вы нулевой не учитывали. Там сумма фишек плюс единица должна быть. Подождите, а я написал не количество, это номер. Ку-ноль. А, ладно. Нет, я вообще, я не знаю, как так. Вообще, обычно я все делаю неверно. Это правда. Но сейчас, по-моему, правильно. Сущая правда. Ну, смотрите на дерево, тут ноль стоит особняком. Количество элементов в этом множестве, конечно, плюс один. Правильно, да? Да, да. Количество элементов в фиатку плюс один. Тут вроде пока что. Наберитесь терпения. Тот момент, когда будет все неверно, настанет. Но не сейчас. Так. Хорошо. Итак, пусть альфа такой, а пусть альфа, и оно иррациональное. И пусть... Ну вот, у нас выполнено вот это. Ну, там плохо я... Ну, ладно, давайте так вот. Значит, тогда либо альфа минус а на b меньше с корнем из пяти, либо альфа минус с на d меньше с корнем из пяти, либо альфа минус а плюс с b плюс d меньше с корнем из пяти. Ну, и уже понятно, что... Да. Так, там какое-то замечание, что не понял, почему не надо прибавлять к единице к формуле. Фиат единицы. Стоп. Неправильно я написал. Да. Значит, как хотите исправить... Сейчас, подождите, подождите. Подождите, вернемся пока. Тут есть комментарии в этом самом... Так, давайте фи большое от единицы. Чему равно? Написано все правильно. Просто, наверное, стоило мощность множества писать, а не то, что фи-ку равно. Нет, фи-ку... Вот фи-ку это индекс. Ну, да, да, написано все правильно, просто запутывает, что понятнее было бы, если бы мощность множества всего с нулем, учитывая. Фи-ку равняется фи-ку плюс один. Да, да, вот единица тут, она в мощности множества, это вот для Миши. Да, фи-1 равно двум. Да, тут все совершенно верно сказано. Все, ничего, никуда... Понимаете, сейчас никуда не торопимся. Вот когда надо будет торопиться, это вот тоже другое время будет. Я так и скажу, все, а сейчас торопимся. А сейчас никуда не торопимся. Ну, первое занятие, надо, чтобы... Надо, чтобы каждому было что-то понятно. Надо, чтобы кому-то было понятно вообще все. Каждому что... Итак, хорошо, значит, вот я собираюсь доказать эту лему, и после леммы станет понятно, что из этой леммы лемма теорема Гурвица следует. Ну, просто потому, что если альфа иррациональна, то... Ладно, давайте про лему докажу, потом поговорим немножко, почему следует. Потому что я все-таки хотел это проговорить, несмотря на какие-то очевидности. Значит, итак, значит, вот это у меня 1, это у меня 2, это у меня 3. Значит, пусть 1 и 2 не выполнены. Значит, если 1 и 2 не выполнены, то тогда происходит следующее дело. Значит, вот у нас... Ну, давайте я буду считать, что... Ну, ясно, что тут два случая. А, B может... Давайте считать, что А, B меньше... Без аутлосов, дженераль, так сказать, не ограничая общности. Пусть без ограничения общности А, B меньше, чем С, D. Значит, вот у нас А, B, вот у нас С, D, вот у нас тут альфа. И, значит, не выполнено. Значит, вот здесь вот больше или равно, чем единица на корень из 5, B квадрат. И вот здесь больше или равно, чем единица на корень из 5, D квадрат. Это плохое доказательство, я рассказываю, потому что оно сейчас мгновенно докажется, а вот секреты оно не раскрывает диафонтовых приближений. Значит, что... Это то, которое Хинчин в свое время публиковал в своей работе. Ребята, я действительно... Вот вы намекаете, я сам иногда говорю, что я становлюсь не математиком, а историком математики. Хинчин действительно... Хинчин в своей работе опубликовал это доказательство для того, чтобы делать из него неоднородную задачу. Мне кажется, значит, я не до конца этот исторический вопрос проделал, хотя мне это очень нравится заниматься иногда историей. Значит, у Гурвица есть статья, в которой доказательства написаны с малым количеством формул немецкими словами. И вот у меня впечатление, что то, что я сейчас рассказываю, там написано. И более того, так сказать, там оно написано, по-моему, даже в каком-то смысле в многомерном случае. Но там, понимаете, старые немецкие работы, у них часто формул почти нет. Вот, итак, значит, мы пишем, что расстояние... Ну, по-моему, то, что я рассказываю в книжке... Статья в книжке Хинчина «Избранные труды» есть, и там это, по-моему, рассказано. Да, что вот это дело больше, чем единица на BD, а с другой стороны это меньше или равно, чем единица на корень из 5B квадрат плюс единица на корень из 5D квадрат. Ну и тогда получается, что если мы BD обозначим за КСИ, то тогда что у нас получится? Вот у нас квадратное неравенство получилось, давайте мы умножим это все, помножим на D квадрат, тогда получится, что на B квадрат давайте. Я не знаю, на что надо умножить. Единица на корень из 5B квадрат. А вы там за КСИ обозначили B делить на D, да? У вас там просто КУ написано. Ой, какое КУ! Ребята, с опечатками надо бороться, да, спасибо, спасибо. Следите, поправляйте, потому что так вот одна опечатка будет, потом другая опечатка будет, потом все будет состоять из опечаток, а не заполоняться. Значит, итак, тут будет у нас единица плюс КСИ квадрат больше, чем корень из 5КСИ, значит, это квадратное неравенство. Значит, КСИ какому интервалу принадлежит? Давайте я в одну строчку напишу, потому что я хочу схитрить. КСИ какому интервалу принадлежит? Николай Германович, простите, а тут разве в ту сторону оценка? Подожди, вот я с руководителем Альба. Стоп, стоп, стоп. И в разности на нашей... Мы... Подожди, даже как... Давайте, давайте, хорошо, хорошо. Да, 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 согласен, поправляюсь, поправляюсь. Здесь согласен, что здесь равно. Нет, нет, я про право. Да, 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 здесь же получается, что вот это больше, это больше. Да, здесь больше, хорошо, да, да, неправильно написал, и здесь неправильно. Я же говорю, вот оно начинается. Начинается, когда у меня все будет неправильно. Следите. Потому что, еще раз повторяю, откуда взялось вот это вот неравенство? Вот это вот расстояние, вот оно. А вот это больше, чем единица на корень из 5b квадрат, а вот это больше, чем единица на корень из 5b квадрат. Так, да? Вот. Значит, получается, что если мы напишем вот это как неравенство, то действительно вот здесь такой знак, молодцы. Значит, теперь получилось вот такое неравенство для КСИ. Ребят, правильно я для КСИ неравенство написал? Да. Да. Хорошо. А решили вы его уже, наверное? Да. Ну, давайте я вот так напишу. Отсюда следует... Ой, как-то косяк у меня. Следует, что КСИ принадлежит корень из 5 минус 1 пополам. Корень из 5 плюс 1 пополам. Ребята, а почему кто понимает? Тогда уж скобки квадратные. Нет! Я как раз... Ну, ребят, ну так нельзя. Я только хочу задать вопрос. А почему здесь неравенство не строгое, а скобки я написал круглые? Алло. Ну, потому что эти штуки рациональные. АПД, наверное, рациональные. Потому что КСИ у нас рациональное число, да. Да. Потому что КСИ рациональное число, так сказать. А скобки у нас здесь, это самое круглое, потому что, так сказать, концы рациональные. Так. И теперь обратим внимание. Сейчас вы сами туда окажете до конца терра. Мы использовали сейчас пока только 1 и 2. А дальше мы говорим так. Вот у нас, так сказать, А на Б. Вот у нас С на Д. Вот у нас медианта. Вот число альфа попало в интервал. Значит, как раз оно иррационально, то оно в медианту не попало. Оно попало в один из интервалов. Либо в этот, либо в этот. Да? А дальше давайте я сделаю следующее. Смотрите. Ну, опять же, не ограничая общности, пусть такая картинка. Не ограничая общности. Пусть альфа принадлежит именно вот этому. А смотрите же, вот эти же числа тоже таким свойством обладают, что АБ минус А плюс С, Б плюс Д. Давайте вот это вот я напишу, что это С штрих, Д штрих. Вот это С штрих, это А плюс С, а Д штрих, это А плюс Д. Это же тоже равняется одна Б, Б плюс Д. Правда? И мы опять находимся в ситуациях первого условия. Давайте я обозначу за... Ой, тороплюсь, тороплюсь. Извините, хотел еще один вопрос задать вам. Вот здесь вот я маленький... Я даже, знаете, что я делаю? Я здесь увеличу. Вот если КСИ принадлежит такому интервалу, что можно сказать про единицу поделить на КСИ? Какому она принадлежит интервалу? Вроде произведение концов один, поэтому ему... К тому же, к тому же. Я забыл. Я всегда забываю. Надо читать. Хорошо. А теперь я беру число это здесь. Число это, которое будет Б плюс Д поделить на Б. Вот из соображений предыдущих, из предыдущих соображений доказательства, к какому интервалу принадлежит это число это? Ему же. Ну, там то же самое дословно можно произнести. Поэтому это будет корень из пяти плюс один пополам. Корень из пяти... Ой, минус один пополам. Плюс один. Теперь у меня вопрос. Смотрите, это будет один плюс Д на Б. То есть это будет один плюс одна КСИ. Простите, почему еще раз оно ему принадлежит? Я что-то как-то... Смотрите. У нас число альфа принадлежит интервалу АБС штрих Д штрих. Да? Вот это... Вот тут. Длина интервала единица на БД штрих. Мы только что с вами рассуждали. Вот тут рассуждение было. Вот оно было, это рассуждение, давайте я его подчеркну зелененьким, которое в качестве заключения получало вот то, что сейчас зелененьким подчеркивается. Видите? Да, вижу. Но мы можем, так сказать, сказать словами, что пусть альфа принадлежит интервалу между двумя такими дробями и вместо c и d написать c штрих и d штрих. Так получится то же самое заключение, что отношение знаменателей, причем неважно в каком порядке, какой на какой надо делить, потому что и кси, и одна кси, это самое принадлежит тому же самому интервалу. Предположение, что три неверные, я понимаю. Потом, да. А так нет. Что не понимаете? Предположение, что три неверные, я это понимаю. И понимаю, кстати, как противоречие дальше вроде вывести. Предполагаем мы, что один, значит, что мы предположили, что один и три неверно. Мы пока предположили, что один-два неверно. Из один-два нельзя вывести ничего. Значит, мы еще предполагаем, значит, когда мы начинаем рассуждать вот здесь вот, не ограничая общности, да. Давайте тут согласен я, проглотил я, что предположим теперь, что один-три неверно. Да, 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 не ограничая общность. И пусть, и пусть один и три неверно. Сейчас, подождите, не очень понятно. Мы предположили, что один и два неверные. Пока только вывели оценку. А дальше-то как? Стоп, 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 мы предположили, что один и два неверно, спокойно, спокойно. И вот здесь вот что-то вывели, на этом остановились. Хорошо? Да. Дальше мы предполагаем, но нам надо доказать, что одно из трех выполнено. Давайте теперь предположим, что три неверно тоже. И проделаем те же рассуждения. И вот, значит, вот когда мы, не ограничая общность, и предположили, что альфа лежит вот в этом интервале, который начал зеленеть, мы предполагаем, что один и три неверно. Чтобы те же самые рассуждения провести, которые были для, так сказать, первого, вот, который зеленым подчеркнуто, чтобы те же самые рассуждения у нас прошли, надо предположить, что один и три неверно. Если мы предполагаем, что один и три неверно, то вот мы рассматриваем дроби А, Б и С штрих, Д штрих, и получаем, что для отношения знаменателей вот этих вот, Б и Б плюс Д, то же самое условие, что оно принадлежит тому же самому интервалу. Нормально? Да, что-то нет. А длина интервала чему равна? Один. Но вот понимаете, что получилось? Что есть два числа, принадлежат одному и уже тому же самому интервалу, и между ними расстояние один. Вот мы и напредполагались. Мы предположили, что один неверно, два неверно, а потом еще и предположили, что три неверно. Получилось противоречие. Не может быть. Подождите, мы Лемму доказываем или теорему выводим из Леммы? Нет, мы Лемму доказываем. А, все, хорошо. Одновременно. Мы ее доказали уже. Уже доказали. Один, два, три. Лемму доказали. Я сказал, что теорему потом будет. Простите, у меня немного длитило. Я запутался. Давайте повторим. Давайте повторим. Вот была Лемма. Вот была формулировка. Надо повторять? Я могу сейчас в зону экран поместить. Так, смотрите. Я понял. Мы сначала пришли и свернули, что один и два неверно. Хорошо. Доказали, что Кси лежит в некотором отрезке. Где Кси, это А и Б. Отношение А на Б. Хорошо. Только там должно быть не... Так там не А на Б, а Б на Д. А, Б на Д. А, Б на Д. Да, да, да. Хорошо. У меня просто заболевает. Хорошо. Дальше мы говорим. Дальше-то что? Дальше мы вспомнили, что мы доказываем Лемму. Мы ее доказываем от противного. Значит, предположим, что три тоже неверно. Вот пусть один и три неверно. Мы рассмотрели частный случай, когда альфа лежит между двумя вот этими. Ну, ясно, что если между двумя другими, то будет то же самое. Вот между вот этими рассматриваем. Когда альфа минус А, Б и А плюс С на Б плюс Д. Ну, тут вот оно еще может лежать. Ну, ясно, что там то же самое будет. Давайте в одном вот этом случае разберемся. Так, еще раз. Мы предположили, что один, два неверно. Если мы просто хотим доказывать, значит, мы должны предположить, что три неверно. Давайте еще медленнее. Еще медленнее, значит, если мы сперва предположили, что один и два неверно, и только из этой информации мы вывели, что КСИ принадлежит вот этому интервалу. Хорошо? Дальше мы доказываем Лемму от противного. Значит, мы предположили, что и три неверно. Да? И дальше мы сказали, что дальше мы новых рассуждений проводить не будем, потому что если альфа принадлежит вот этому интервалу от А на Б до А плюс С на Б плюс Д, то оно принадлежит опять интервалу, который вот унемодулярный, что разность концов равняется единице на произведение знаменателей. Да? Понятно, что дальше? Или если есть вопросы, спрашивайте сейчас, давайте эту теорему подробно обсудим, ничего страшного, что мы выполним программу на 10% или на 20% сегодня. Я уж сумею как-нибудь наверстать. Как говорится, главное, чтобы весело было. Так, я только одно хочу уточнить, то есть я правильно понимаю, что мы тут положили, что сначала мы пошли к отрезку АБ-ЦД и сказали неверно, 1,2 воспользуемся этим. Потом мы перешли к отрезку АБ, медианта АБ-ЦД и говорим, а теперь рассмотрим случай, что неверно, что неверно, 1,3. Совершенно правильно. Совершенно правильно. То есть еще раз, раздайте еще раз. То есть 1,3 мы применяем, вот неверность 1,3, мы применяем к какому отрезку? Когда мы говорим, что неверно 1,3. Вот к этому. Между АБ и А плюс С, и медианты. И этот отрезок, у него концы АБ, один конец, а другой А плюс С, Б плюс Д. Николай Георгиевич, мы тогда его применяем в неверность 1,2 к этому отрезку. Мы берем все три неверности, потом первые две применяем в первом случае, а первую и третью принимаем во втором случае, ну не в случае, а типа сначала и в конце. Получаем противоречие. Для отрезка вот этого АБ и медианта применяем первую и третью неверность только. Первую и вторую применяем для отрезка исходного АБЦД, а первую и третью применяем для отрезка, вот который тут совсем красный. Как? А там то же самое рассуждение. А в чем противоречие? Мы поняли, что Н и один на КСИ принадлежат ответству. Почему не может быть в чем противоречие? Еще раз, смотрите, что у нас получилось. У нас получилось, что отношение знаменателей новое, вот я его красным подчеркиваю, тоже принадлежит вот этому отрезку. Согласны? А дальше говорится, что отношение, которое было старое, с новым вот так вот связано. Старое отношение от нового отличается прибавлением единицы. А длина-то отрезка, которому они оба принадлежат, равна единице, они там оба не уместятся. А, да, точно, ровно. И получилось наконец-таки противоречие. Значит, следует... Ой, очень мало сегодня успел, но ничего, зато мы поговорили. Ну и понятно, что из Леммы следует теорема Гурвитца, потому что, ну, смотрите, Лемму доказали, а теорема следует из Леммы. Вот по какой причине. Значит, вот по какой причине теорема следует из Леммы. Смотрите, ну вот по той самой, что представьте себе, что альфа принадлежит какому-то отрезку А, Б, Ц, Д. Вот альфа. А это медианты. Значит, вот одна из трех точек хорошее Гурвитцевым неравенством удовлетворяет. Ну, альфа принадлежит какому-то следующему отрезку, правильно? Значит, одна из трех следующих точек, конце отрезка и медианты новые, удовлетворяют, так сказать, этому условию. Значит, смотрите, альфа принадлежит следующему какому-то отрезку. Значит, одна из трех точек. Следующих тоже удовлетворяет, значит, ну правда, понимаете, а может такое быть, что каждый раз одна и та же точка получается? Смотрите, вот в принципе же, смотрите, вот три точки, одна из них приближает хорошо альфа. Когда мы переходим от отрезка к следующему, значит, что мы делаем? Мы берем, когда мы, вот альфа принадлежит отрезку А, Б, Ц, Д, это отрезок дельта. Мы выбираем следующий отрезок дельта-штрих, ну, который есть А, Б на медианту или А плюс Ц на Б плюс Д. Ну, альфа одному из них принадлежит, вот мы выбираем следующий отрезок, в котором содержится альфа, так, чтобы он был, вот когда медианты разделился, вот следующий выбираем, которому содержится альфа. Для каждого отрезка мы можем применять лему, поэтому для каждого отрезка из трех чисел мы получим какое-то приближение к альфа. Но эти отрезки могут, эти отрезки имеют общие точки, понимаете? Вот первый отрезок дельта, а вот дельта-штрих, он вот такой вот, у них вот, у тройки чисел, соответствующих отрезку дельта, вот тройка чисел черным, я пишу тройка чисел, соответствующих отрезку дельта, а вот красным тройка чисел, соответствующих, концы и медианта, там две совпадают. Кто понимает, как мне обеспечить бесконечно много приближений к альфа и как я должен использовать, какое свойство альфа для этого я должен использовать? Вот там уже в чат написал Мишельинский. Ой, я извиняюсь, я в чат не успел посмотреть. А, множество, да, альфа отделится от любого рационального, правильно, так как альфа... Но можно даже сказать даже по-детски, можно сказать даже не очень по-умному, можно сказать так, заметим, что у нас знаменатели-то растут к бесконечности, ну то есть знаменатели все больше и больше, значит, мы можем... А у нас есть расстояние какой-то альфа, какой-то дельта от альфа до правого конца, и рано или поздно мы... Ну да, в принципе, всюду плотность это означает. Ну, нет, лучше все-таки вот тут говорить с тем, что отделится, поэтому у этого есть некоторое предложение, значит, давайте, хорошо, сейчас, значит, по крайней мере, теорему Гурвица мы доказали по модуле упражнений. Значит, сейчас давайте сообразим, что делать, потому что я немножко расстроился. Так сказать, мои наполеоновские планы на сегодня не выполнил, и я думал сегодня как, ну, придут новые ребята, я им расскажу на первом, на первом часу, на первой паре расскажу, что такое диафантовое приближение, расскажу несколько примеров, один из них будет теорема Гурвица, другой из них теорема Хинчина, на третьих ничего, что-то такое, да еще теорему Дерихлера расскажу, да еще, вот говорят, надо ее доказывать. Так, ничего не получается. Я успел за первую пару только рассказать теорему Гурвица. Поэтому, но от своих наполеоновских планов я отказываться все равно не хочу. Поэтому давайте так сообразим, что вот сегодня, значит, вот то, что я рассказал, теорема Гурвица, ну, медленно пошли, я думаю, ничего страшного, если я буду вот в таком формате вести спецкурс, то есть буду реагировать на вопросы, отвечать на ответы, значит, если есть какие-то пожелания, тоже пишите мне, пожалуйста, можно мне написать в чат, можно мне написать, а, куда мне писать? Сейчас, у нас же еще семинар сегодня будет, правильно? Правильно, ну, подождите, про семинар у меня замысел был. Я же говорю, не хочу отказываться от планов. Значит, связь. Пишем мне на почту вот такую, наверное, многие знают. Сейчас я немножко поболтаю, значит, давайте считать так, что сегодня у нас была начальная лекция, и я прочитал, так сказать, рассказал только теорему Гурвица. Если есть пожелания, что надо делать больше или меньше, вы скажите мне, я попробую садаптироваться. Если смогу. Поэтому мы сейчас считаем, что у нас именно деление на спецкурс и на семинар условное. Я уже давно, так сказать, я уже давно, как говорится, пришел к новому пониманию, что это мы называем занятия. И занятия, так сказать, бывают обычные, бывают разные, разные, так сказать, они бывают. Вот бывает обычное занятие, бывает тайное занятие, бывает там еще какое-то занятие. Ну вот сейчас это у нас занятие. А как его спецкурс... Поэтому сейчас я... Ой, плохо, нельзя, такое проболтался. Все, так, стоп. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...